Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Повыше положи ее туда А места здесь так много Свободные места Занимаем Проходим Молодцы Еще 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 пришел Заходим Заходим Услышит слово Божие Слово Пишите насытиться Пока есть возможность Мы уже поели Кричат откуда Заходим 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 Я уже держусь Лена, ты всех переобнимала Где ты? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Аминь Господи, просим Тебя Благослови наше собрание Положи на сердце нам Все услышанное здесь Сложить в это сердце И поделиться со своими друзьями Близкими, родственниками Не знающими Тебя, Господи Тебе же славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу Ныне всегда и во веки веков Аминь Аминь Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь Аминь Евангелие от Матфея 25 глава 31 по 33 стих Когда же приедет Сын Человеческий Во славе Своей И все святые ангелы с Ним Тогда сядет на престоле Славы Своей И соберутся пред Ним все народы И отделит одних от других Как пасты отделяет овец от козлов И поставит овец по правую свою сторону А козлов по левую Толкование Так как первое пришествие Господа Было неславно И сопровождалось бесчестьем И поруганием То о втором он говорит Когда приедет во славе Своей Ибо второе пришествие Его будет сопровождаться Многою славою и страхом великим Воинство ангельское Будет служить Ему Прежде всего Господь Отлучит святых апостолов И всех праведных от грешников Освобождая их от грядущего страха И потом поставив Будет говорить к ним Овцами называет святых По кротости их И потому что они доставляют нам Плоды и пользу Как овцы И дают пищу шерсть и молоко То есть пищу учения И покров духовной одежды Грешников же называют козлищами Потому что они ходят по стремнинам И они беспорядочны И бесплотны как козлища Евангелие от Матфея 25 глава с 34 по 40 стихи Тогда скажет царь тем Которые по правую сторону его Придите благословенные отца моего Наследуйте царство Уготованное вам от создания мира Ибо алкал я И вы дали мне есть Жаждал И вы напоили меня Был странником И вы приняли меня Был наг И вы одели меня Был болен И вы посетили меня В темнице был И вы пришли ко мне Тогда скажут Тогда праведники скажут ему в ответ Господи Когда мы видели тебя алчущим И накормили Или жаждущим И напоили Когда мы видели тебя странником И питали Или нагим И одели Когда мы видели тебя больным Или в темнице Или пришли к тебе И царь скажет им в ответ Истинно говорю вам Так как вы сделали это Одному из сих братьев моих меньших То сделали мне Толкование Господь не прежде рассуждения Награждает или наказывает Потому что он Человеколюбив А этим и нас Научает тому Чтобы не наказывать Прежде исследования дела Таким образом После суда Наказанные будут Еще более безответны Святые Святые Называются Благословенными Как воспринятые Отцом Господь Именует их Наследниками Царства Дабы показать Что он Делает их Общниками Своей славы Как чад своих Ибо не сказал Приимите Но Наследуйте Как бы Некое Отеческое имение Называет Меньших Братьями Или учеников Своих Или Всех вообще Бедных Так как Всякий Бедный Потому Уже Самому Брат Христа Что Христос Жил в бедности Заметь Здесь Правосудие Божие Как Господь Восхваляет Святых А вместе И их Благомыслие Как по скромности Они не признают Себя Питателями Господа Но Господь Относит К себе Самому То Что Сделано Для Бедных Евангелие От Матфея 25 Глава 41 По 46 Стихи Тогда Скажет И тем Которые По левую Сторону Идите От меня Проклятые В огонь Вечный Уготованный Дьяволу И ангелом Его Ибо Алкал я И вы Не дали Мне есть Жаждал И вы Не напоили Меня Был Странником И не приняли Меня Был Наг И не Одели Меня Болен И в темнице И не Посетили Меня Тогда И они Скажут Ему В ответ Господи Когда Мы Видели Тебя Алчущим Или Жаждущим Или Странником Или Нагим Или Больным Или В темнице И не Послужили Тебе Тогда Скажет Им В ответ Истинно Говорю Вам Так Как Вы Не сделали Этого Одному Из Сих Меньших То Не сделали Мне И Пойдут Сии В Муку Вечную А Праведники В Жизнь Вечную Толкование Стоящих Слева Господь Посылает В огонь Уготованный Дьяволу Так Как Демоны Безжалостны И Вражески Расположены К нам То Прилично Осуждаются На то же Наказание Люди Имеющие Такое Же Свойство Из-за Свои Дела Подвергшиеся Проклятию Заметь Что Бог Не для Людей Уготовал Огненное Мучение А для Дьявола Но Я Сам Себя Делаю Достойным Мучения Представляя Сие Вострепещи Человек Вот Посылаются Эти люди В муку Не за то Что они Блудники Или убийцы Или хищники Или совершили Другое Какое Злодеяние А за то Что Не сделали Никакого Добра Ибо Если Внимательно Рассмотреть То хищник И тот Кто Много Имеет И не Оказывает Милости Хотя бы Явно И не делал Никакой Обиды Ближнему Все Что Имеет Он Более Надлежащего Похищает У требующих Если Они Не получают От него Потому что Когда бы Он Отделил Это Для Общего Употребления Они Не нуждались Бы А теперь Нуждаются От того Что он Запер Свой Излишек И присвоил Во себе Таким Образом Не Милостивый Осужден Будет Как Похититель Ибо Столь Многих Обижает Сколь Многим Может Благотворить И Не Благотворить За сието И пойдут Такие люди В муку Вечную Никогда Нескончаемую А праведники В жизнь Вечную Ибо Как Святые Имеют Непрестающую Радость Так Неправедные Непрестающие Мучения Хотя Оригены Баснословят Безумно Обольщая Неопытных Что Будто Есть Конец Наказанию Что Грешники Не Вечно Будут Мучиться Что Некогда Очищенные Мучениями Будто Перейдут В то Место Где Находятся Праведные Но Слова Господа Ясно Обречают Такую Безумную Мысль Господь Говорит О Вечном Наказании То есть Непрекращаемом И Сравнивает Праведных С овцами А грешников С козлищами Как Козлу Никогда Не быть овцою Так и грешник В будущем Веке Никогда Не очистится И не будет Праведным Кромешная Тьма Будучи Удалена От божественного Света Потому Самому И составляет Самое Тяжкое Мучение Что Она Удалена От Бога Можно Представить На это И следующую Причину Грешник Удалившись По грехам Своим От света Правды И в настоящей Жизни Уже Находится Во тьме Но Так Как Здесь Еще Есть Надежда На Обращение То Эта Тьма И не Есть Кромешная А По смерти Если Он Не Покаялся Настанет Истязание Его Окружает Кромешная Тьма Ибо Надежды На обращение Тогда Уже Нет И Наступает Совершенное Лишение Божественной Благодати Пока Грешник Здесь То Хотя Он И Немного Получает Божественные Благ Разумею Чувственные Благо Но Все Еще Он Раб Божий Потому Что Живет В Дому Божием То Есть Между Творениями Божиими И Бог Питает И Сохраняет Его А Тогда Он Будет Совершенно Отлучен От Бога Не Имея Участия Уже Ни В Каких Благах Это И Есть Тьма Называемая Кромешную В Теперешней Ты напитал И Напоил Христа Ибо Вера Живущая В Христианине Есть Христос И Вера Питается И Возрастает Посредством Учения Если Также Видишь Странного То есть Удалившегося От Царства Небесного То Веди Его С Собою Посредством На Учения Входи Сам И Его Вводи Чтоб Проповедуя Другим Самому Не Погибнуть И Если Кто Совлекся Одеждой Нетления При Этой Святом Крещении И Обнажился То Облеки Его Римлянам 14.1 Заключенного В темнице То есть В том Мрачном Теле Посети Просвещая Его Как бы Некоторым Светом Своим Наставлением Все Сие Виды Любви Совершай И телесно И Особенно Духовно Ибо Как мы Состоим Из двух Частей Души И тела То и Дела Любви Должны Совершать Двояко Господу Нашему Слава До веки Аминь Аминь Спасибо Христос Брат Смотрите Хочу сказать Проходят Сестры Проходят Ну думаю Сегодня Все красивые У меня Сестры Все Такие Прямо Две Нашлись Да Да Моя хорошая И еще Одна Сестра Которой Здесь нет Она Не заходит Сюда Но Про нее Что Говорить Начинать Есть Кому Сказать Так О болящих У нас Мирон еще Продолжает Болеть У нас Леонид Мне И Звонила Валентина Барышникова Она тоже Болеет Ходит на Лечение Там Серьезно У нее Болячки И Просила Очень Помолиться Наш Нас Что Она Пропадали Объявления На продажу Дома Вот И О своих Родных Сестра Светлана И Гриша Григорий Вот Ну еще Меня волнует Вот Галина Васильевна Нюцова Она у нас Давно Уже Не Появляется Людмила Степанов У нас не связана Сегодня Хотела съездить Но она уже Немощная Не может И вот Хотелось Тоже Обратиться Я не знаю Кому Братьям Чтобы Привезти ее На следующее Воскресенье У нас Прощенная Родина Системь Чтобы Ее Привезти Да и Всех Кого На районе Поток На потоке Там Здесь Людмила И Здесь Любовь Петровна Захватить И Марии Яковлевну Привезти Они Могут И могут Еще Да Спросятся И могут Хотя бы Вот на этот Наш Воскресенье На это Следующее Могут Или хотят Простите Еще У Валентины Валентины Варюшникова Вчера День рождения Было И Как-то Ну Помолитесь Заговорили О днях Рождения Мы Должны Сказать Сегодня Напустные Слова Нашей Сестре Енафи Чтобы Господь Ее Благословил На многое Лето И чтобы Она Избавилась Прежде всего От лукавства В своих Словах Делах И Помысках Ну И чтобы Господь Дал ей Истинной Веры Крепкой Чтобы Она Обрела Вечную Жизнь Многое Лето Многое лето! Многое лето! Многое лето! Приходные! Исходные! Еще есть у кого слово? Игнатий Тихонович! Под водитель только почти не приходится Никто не умер, никто не принял У нас на этой неделе завершилась работа Одна, самую большую работу братья проявили по согласованию, по размеру, которые визитки делал Сергей Георгиевич Козлов Но другой рисунок И не один, а пять Разных рисунков Я сейчас вот кому дал, те могут тоже взять себя, те сохраните Вот сейчас вот этот вот один пармат раздайте Кому надо, сколько возьмите, чтоб всем хватило Сейчас как вернется, разберите Я другие дам Расходы все наш брат Сергей Павлович взял Понятно, что это общее дело У него это обошлось Не считаю там что остальное Только деньгами отдал Где-то восемнадцать тысяч Ну это даром не дается Это у нас на четыре года На четыре года хватает Пятьдесят тысяч экземпляров Так что это нормально совершенно Притом чистая работа Сейчас вот вернется Быстро передавайте кому дал Следом, то вернете мне А вот это сейчас следом второй экземпляр И сзади, с обратной стороны Как сильно помог здесь Семена Вячеслав Ну тоже разбирается Здесь мы все участвовали Было здесь согласие в чем-то Но пришли к единодушию Консенсус, как говорят И вот посмотрите как Так второй, который дал Пройдет пускай туда Теперь я даю третий рядом И каждый бери сколько ему надо Ну чтоб хватило Две, три, четыре, пять А потом уже больше взять По порядку берите себе Разобрать надо Последний кому подойдет Можете все забрать Так Я попрошу там Шапку или что-то положить На стол и то что может положить Ему надо конечно деньги вернуть Он всегда и в прошлый раз Он на себя расходы брал Ну по совести Даже где будут раздавать И душа обратится И ваша там Отпечаток пальца будет стоять Перед Господом Это дело непростое На обратной стороне указано Фактически не шесть А семь адресов наших И форум И сайт И контакт И скайп И отдых в деревню Это даже вообразить нельзя Сколько там заложено всего И крест который поставил Сергей Козлов Он тут сохранился Царство ему небесное Так передавайте дальше Кому я перед этим передам То лично в руки А теперь из этих возьмите сколько надо А то сохраните себе Чтобы показывать Кому давал в одном из империй Отдайте 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 А вот этот Отдали А вот этот Отдали Который я давал Я отдал Но когда прошло Когда вернется Тогда остаток возьмете Вот еще последний А если кому надо будет Значит возьмете Сергея Павловича Уже привезли вчера Полностью привезли Ну Тяжелый материал Сделано Отлично Ну и Положите Какую посудину Кто что может Сейчас дайте Или в следующий раз Сумму то вернуть надо По совести Не так чтобы был убыток Но по совести Вот Это первый Дальше Я прошу Сейчас слушайте Внимательно Поднимите руки Кто имеет отношение К медицине Не опускайте руку Я подсчитаю А где Дмуха Надюша Где она Держи пока Раз-два Поднимите руки Еще не опускайте Я сказал Два Было больше Еще спрятали Где она Ну-ка найди ее В аптеку не ходил Поднимите Надя Дмуха Найди Выгоняет машину Машину Выгоняет Ну нету ее Нету все Ну ладно Главное мы никого не отвергли Дело такое Что у меня Шесть лет назад Случилось Незамеченное событие Ногтем Прорезал там Как Еще называют там В глазу Что то там И шесть лет Она у меня Беспокоила А потом Зыграла Она еще была Я тут подвел даже Ходатова Своего врача Виктора Андреевича Отказался так И позавчера У меня Сестра Елена Вот она сидит там Она Отвезла здесь Местную поликлинику Узнать Посмотреть Что Теперь я прошу Внимательно Выслушать Что Виктор Андреевич Попрошу его Просчитать Что мне врачи написали Надеть очки Не пропустить Ничего Название Этой организации И проще Что мне Жить или умирать Это К тому говорю Чтобы вы знали Что Диагноз Диагноз Начальная катаракта Глаза Гнойный Конъютивит Рекомендации Циплофоксацин 4 раза в день 5-7 дней Сульфоцил натрия 20% На 10 дней Контроль Через 7 дней Дубровская Елена Геннадьевна Так там впереди Еще какие-то Написано Подряд Ничего не упускаем Дата приема 21-го 02-го 2020-го Года Лапкин Игнатий Тихонович Возраст 80 лет Жалобы На покраснение левого глаза Гнойные выделения левого глаза Визус 07-06 Ну тут еще по автору Глаза Правый глаз Спокоен Левый глаз Раздражен Слезные точки Отечные Роговица Прозрачная Передняя камера Нормальной глубины Рисунок Тушевым Зрачок округлый Ригидный Хвостали Как помутнение В ядре На глазном дне Бледно-розовой границы Что-то непонятно Что-то Дезонель Так Границы четкие Артерии сужены Извиты Сберозированные Вены Вены Калибры Ход не изменен Сетчатка Без особенностей Периферия Просматривается плохо Из-за катаракты Катаракта Как понятно Надежда Александровна Дай пусть прочитает Вот она рядом А потом Сергей возьмешь Чтобы заснял Так Вопрос ко всем Так Серьезно Или не серьезно Это все Катаракта 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 Оперировка Катаракта Катаракта Помолись Лекарств хватает Мне в Америке пришлось Когда мы с человеком заезжали Помогали ему Он видимо большой мастер был Что-то там выделал И глаз у него что-то И дали капли Но наши люди Которые говорят Эти капли не очень сильно Надо другие Но никто их никогда Видимо не смешивал И вон другие капли Ему закопали дома Я дальше не знаю ничего Я знаю только Он ослеп 100% Полностью только сидит Глаза не открывает Ну и поэтому там у него Станки были И забрали Все Ему привезли мед Значит Совмещение Лекарств Это не один год Должны проверять И когда мне говорят Вот капли Теперь давай сразу другой Я останавливаюсь Я думаю Хотя бы неделю дать Продыху Но мне стали как бы лучше Утрами не заплывает Я утром вставал когда Здесь у меня что истекало Оно засыхало Как бетонное На дороге какая-то А сейчас Ну вот такое дело Просьба Помолиться Учитывая что я провел за компьютер На сегодняшний день Более восьмидесяти тысяч часов Почти девяносто тысяч часов Провел Ну а учитывая того что где-то не учтенный Где-то еще побольше будет По-другому никак нельзя Результат Вот он движет Это в интернете То что делаем Интернет не просто Только наших роликов Двадцать тысяч восемьсот пятьдесят Даже десять тысяч в интернете Ни у кого нету Пять тысяч тоже не встречал Это двадцать Ну и посещаемость Просмотров у нас Сорок шесть миллионов Приходят новые души Ну и конечно переживаешь И проще Я думаю это как-то отразилось на глазах Все равно Конечно Но нам помогала Тут я ее нету здесь Антонина Севастьяновна Морковь и другие Морковь это каротин На глаза положительно действует Сейчас я ничего не делаю Кроме того что сестра привезла алой У кого есть алой широкие эти Отростки Тут маленькие Приходится на два Ну маленько там привезти На ночь я его привязываю как тампон И взял такой Как уж нервится там помощник или кого был Или там у этого Вольф его звали Да Вот я посмотрел куда это Резинка должна идти за ухо то все И чтобы она не спадала Сверху шапочку привязываю То есть нужда заставила Шесть лет Дорогой я глаза закапал Пыль Машина Пыль не пыль Я ложился сам себе капал Что там попадало то Ну мне нужно было пленку снять То есть на гноение Оно застилало глаза Я вот сейчас вижу Даже считать могу Вот так И если вспомните в молитве о болящихе Я болящим себя не признаю Это не болезнь Это повреждение Ну допустим Упал Человек ногу сломал Это не болезнь Болезнь Когда язва у него возникла Там или что то Так что надо понимать Китайским этим не относить меня К слову сказать В Украину Вернулись Сколько там человек Двадцать В Китае Их определили куда Нигде С камнями встречают Машина разворачивается Не знаю что с ними делать Наконец нашли где то там Санаторий К полицейским относятся И там их спрятали Дело серьезное Надуманное Болезнь не надумает Но люди восприняли очень серьезно Встретили камнями Приехавших из Китая Нигде не принимают И по автобусу Полиция охраняет Ничего не могут сделать А зачем нам У нас в деревне живет А завтра она выбрет У меня не зараза Самое главное Это это хорошо И поэтому Ваш вклад в это будет Вспомнить В утренних вященних молитвах Отстать от интернета Я не могу Не то что Подсел на иглу Надо Вот сегодня я встал Столько вопросов Священник бунтует Ему там одна душа пробудилась Говорит Раньше времени Рукоположил Ты теперь каждый день Причищайтесь там каждую неделю Ей надо дать материалы Как Златоуст сказал Семенову Богослову Теофан Затворник Я с утра С двух часов сижу Два часа И на стол первого начинаю А в 4.40 Встаем Встаем уже Все Это необходимо И поэтому Здоровья Мы тут не при чем Вот Девятый десяток пошел Еще спрашивать Сестре Благодарность Она со мной уже второй раз возится И вас всех возьми-то Засними Ох да Поближе Твое мнение какое Серьезное И ждать чего У меня Вот смотрите Ну катаракта Это у вас Уже и возрастные изменения И так далее Вот Что здесь по поводу Гнойного конъюнктивита Поближе Иди сюда Вот я вам сейчас скажу Можно От печки начну Рассказывать У нас Глаз Все продумано Все там Творец так создал Что там Никакой программист Такую программу не составит Вот здесь Находится Слезная железа Маленькая железа Вырабатывает Слезу Это слеза Отсюда От наружного Края Идет к внутреннему Краю И омывает Глаз И если глаз открыть Через некоторое время Как песка насыпали Хочется моргнуть Чтобы смазать Смазать Потому что как только Высохнет конъюнктива Начнутся Необратимые изменения Все среды глаза Должны быть Чистыми И прозрачными И никакой там Ни грязи Ни инфекции Ничего нет Как только туда Она Слеза Омыла Она попадает Внутренний угол глаза Снаружи Железа находится Внутренний угол Здесь находятся Протоки Там слезные протоки Слезное озерцо И слезный мешочек Он внутри Вот там Вся эта слеза Попадает туда С грязью С микробами С пылинками Нам вот в глаз попадает Особенно Слезы много Знаете когда пыль Тогда слезы больше Все программа запускает Больше слезы Все омывается И все это идет Куда из слезного мешочка В нос Все помнят Что когда Начинаем Вдруг Плакать Когда слезы чуть больше Слез нету А мы что делать Уже зашвыркали Уже пошли Потому что слеза Потекла у нас в нос Так вот Я вам все это объяснила Так У вас Забит Проток Он Забит Получается Уже отклонение От нормы Слеза омылась Микробы Все поступило в это Слезное озерцо Такой как бы шарик Ну не озерцо Мешочек Вот там внутри А дальше то оно не ушло Мы потом не можем Ни выслаться Не убрать Это слив Простой слив Канализация Канализация Произошел затор Микробы там Прекрасно себя чувствуют Просто инкубатор Просто домик Нашли себе домик Они начинают там Размножаться Замечательно живут Приходят конечно Лимфоциты Лейкоциты Макрофаги Но они не справляются Все это нагнаивается Все это растягивается Все это Расширяется Воспаляется Краснеет У вас глаз Написано Красный Гнойный Все это начинает лезть В обратную сторону Потому что там уже не помещается Оно уже обратно Сюда в глаз лезет И глаз Покрывает вот этой самой пленкой Гноем Вы конечно можете Покапать алоем Промыть ромашкой Приложить лист капустный Все что угодно Это принесет Временное облегчение Вы можете вот капли Сейчас начнете капать Если хорошие Вот эти с антибиотиком У вас много быстрее Чем с алоем Пойдет процесс Вы убьете бактерии Очистите это озерцо Очистите этот мешочек И у вас на несколько дней Лучше будет Но через неделю У вас гноя будет еще больше Вам опять надо будет антибиотик Опять надо будет алое Опять промывать Исцелений не будет Мы этот год уже наблюдаем за вами Или уже больше даже Шесть Больше Одно и то же Уже там такое махровое воспаление Что я не знаю Уже смогут при хирурге Помочь и протолкнуть Этот роток Потому что он уже гипервоспален Вот я теперь скажу У меня было это у ребенка Мы 4 или 5 месяцев У Гали тоже с ребенком было Мы капали Мы промывали Ромашку делали Ну несколько месяцев Ну бесполезно Понимаете И либо глаз сгниет в конце концов Просто А ведь воспаление может пойти и дальше Тут же рядом и пазухи И сосуды И все остальное И Или что Ну дальше Смотри сколько можно И мы пошли Ну это была платная клиника Мы пошли Нам сделали зондирование Бывает что нужно 2 раза делать зондирование Но у нас слава богу Нам помогло с первого раза С первого С первого С первого Это делают зонд Откройте YouTube Зондирование На этих На сослезных каналах Или слезных протоках Миллион роликов Посмотрите Специальным зондом Если у него Уже там сильно Может быть придется Даже подрезать что-то Но это уже окулист Хирург решает Ну вот у нас Достаточно было этого Металлического зонда Который проткнули Этот проток Через 3 дня Каплями Покапали Гной на воспаление Нужно было убрать Потому что оно уже там осталось Проток то протолкнули Все Как только Восстановился проток То есть Прочистили эту канализацию Да Как брать подсказывают Все Все Застоя нет Гноя нет Бактерия Домика этого нет Да Отрыжка сюда Вот это вот гнойное В глаз не идет Оттуда И Ну вот мы это прошли Галя с своим ребенком Прошел Бывает такое Вы не первые А это за меньше чем у вас Игнатика Представьте какой там Канальчик у грудного ребенка Врачи это еще Я советую вам Пойти Туда Где вы с электромозречем Если примут конечно Или в другую клинику И все таки Восстановить проходимость протока Вот эти все примочки Не помогут Не помогут К себе возьми В общем Зондирование Нужно делать еще вчера Да Врачамка всем Кто имеет что сказать Потому что услышали Слушаться надо Зачем Можно я скажу Давай Погромче У меня Саша вы знаете Работает на компьютере И у него тоже Вот периодически Там с глазами заботы И он ходил к окулисту Слушайте внимательно Окулист сказал Так как вы Долго смотрите в монитор Вас это тоже касается Ваш глаз высыхает Чаще чем у обычного человека Который смотрит там в книгу Высыхает он у вас И у вас забивается Слезно-носовой канал Вот он у вас Забитый Его нужно промывать То что хотели сделать врачи Вам когда мы с вами осенью ездили Летом Летом мы с вами ездили Холодно было Как осень Тут одно возражение А вы это призничаете Только одно При большей крепости Как хотите Бог его знает как И при том я опасаюсь худшего Я вас вижу Кто сидит могу показать даже Левым глазом И поэтому Это уже надо Что-то сделать такое Чтобы я поверил Потому что На этом остановилась Дальше не идет Вот сейчас Закапали каплями эти И у меня она не наплывает Сегодня Алой привязал Вот они привяжут Это принесут Я сделал это И все легче Да Леонид Ильич Если Мы в двери Зажали Палец Не дай Бог Вот сюда зажали палец Больно Очень больно А мы делаем сюда Обезболивающие Зачем это делать Обезболивающие Просто нужно открыть дверь И обезболивающие Делать не нужно Часто Мы Дорогие мои Братья и сестры Читаем себя Открой дверь Компетентными Во всех вопросах Особенно в медицине Да По интернету Особенно по интернету Мы такие грамотные Ну вот прямо во всем Я хочу сказать Дорогой мой брат Игнат Тихонович Огромная вам благодарность За ваш Великий труд Который вы совершили За эти книги За работу Над нашими душами Но Не считайте себя Компетентным в медицине Потому что Для того чтобы быть компетентным Я учусь С 65 года До сегодняшнего дня И не считая себя Достаточно компетентным И говорить что там Сделали то Капли покапали И он ослеп Но вы же не знаете От чего он ослеп Конечно Да Поэтому ваше заключение Оно вот не имеет никакой основы Кто-то там покапал От капель Стал ослеп От капель Никто еще не ослеп От этих капель Которые вам прописали Надя только что вам правильно рассказала Для того чтобы У вас прекратилось гнойное воспаление Нужно открыть дверь Нужно прочистить этот канал Который собирались Что и собирались сделать еще летом Ну как унитаз Можно я скажу Понятно Не исключая действия И святой воды И молитвы И все это прочее Но Не отвергай врача Написано по священному описанию Вы отвергли И не раз уже отвергли Можно я скажу Любят все зверей же Я люблю смотреть про зверей А есть такие каналы Там показывают как зверей лечат Я думаю Ну что там смотреть Лечат как А потом начал смотреть Не поверите Слонам делают протезы Вот что за люди такие милостивые есть А слон говорит растет Приезжает опять Он живот с Канадой Откуда-то лучше протезист Для таких крупных животных И смотрит там И раз-раз они его И делают ему протез этот А ему же надо туда наступить Поэтому как делать это все И они их усыпляют Всегда животные А по-другому Да Почему? Потому что у животных Подождите, стойте, стойте Стойте, стойте Сейчас еще, да Дело вот в чем Есть животные Есть животные Когда, допустим, завозит она лапку животное, да То оно приходит к человеку И прямо вот показывает лапку И эти вот, были там вот эти ветеринары И он подходит, идет Вот такой вот Прямо снимают Идет к этому льву А лев лежит вот так и не двигается Он подходит, ему это вытаскивает оттуда Замазывает еще Но это редко бывает В основном они не понимают животные Что им нужно И вот есть такие милостивые ветеринары Которые не усыпляют их А действуют другими методами Подманивают там Чем-то там намазывают И, короче говоря, их потом закрывают Куда-то везти Но Говорят они Бывают такие случаи Когда просто необходимо Животное усыпить Потому что оно Не понимает, что ему нужно делать Ничего оно не понимает И все Это животное И тогда его усыпляют И это не наш с вами случай Потому что Его усыпить невозможно Усыпить нужно его бдительность Неожиданно как-то Как поворотом каким-то Но Игнатия Тихоновича не усыпить Я хотел теперь сказать о духовном О духовном В тот раз Наш Игнатий Тихонович уверил Уверил И я поверил, честно признаюсь Я сомневаюсь очень часто Но тут поверил Что когда приехали И коснулись его И прорвало Он говорит Это от Бога Все я исцелился Это от Бога Я думаю Господи Как так ты делаешь Там врачей столько Крутятся вокруг него А он такой Ну святой Сто процентов И вдруг там Через какой-то там Месяц слышу Опять у него глаза И я подумал Ага Значит Все таки усыпление По другому никак И все Я полностью замолчал И до сегодняшнего дня Я вообще Никому ничего на это не говорил Я просто Говорил Будем ждать Все И вот мы дождались Этого сурового момента Когда просто Необходимо Самому Самому хозяину Своего глаза Решить Он остается с глазом Или через некоторое время Все таки в конечном итоге Слепой Да Будет слепой Потому что Мы тут уже подходим К тому духовной притче Когда человек Ждал Христа Ждал, ждал Приходит молить ребенок Иди отсюда Я жду Христа Бабка там притащилась Калека пришел Всех выгнал Настала ночь Христа нет И ему ангел говорит Да Столько раз к тебе Христос приходил то Или ангел там от Христа Ты чего его не принимал то Это они были Когда Тихоновичу Пришел Пришел Сначала Его лучший друг Он Это не Христос Я же его хорошо знаю Это Виктор Андреевич Он врач Иди отсюда И он привел с собой еще других О те вообще чужие Да еще С железякой такой Ко мне идут Все идут Как и помните Мультфильм про бегемота Который боялся уколов И он сидит А вокруг маленькие зверушки Я еще показываю так смешно А он такой дрожит Аж там позеленел Порозовел Я боюсь укола И только там кто-то Кому-то поставили Он там мойкнул этот щенок Ой Смотрят Бегемота Только дверь разлетел Все Все улетел И теперь Господь посылает уже Вообще незнакомого человека Лену Где Лена Не вижу Лена Послал Вообще Ну мы будем считать По сравнению с теми Вообще незнакомый человек Лена уже пошла Его привела Уже все привела Уже бумагу Он нам показывает Уже все бумагу И такой И он как бы как бегемот Этот Ну уговорите меня пожалуйста Поставить этот укол Ну по другому не могу я Ну и правильно Ну если человек боится Что теперь сделаешь Если такое тоже Страха Что то Нужно Помолиться Я думаю Прямо вот перед этим делом Ну попастимся Как раз сейчас пост И пускай Игнатий Иванович Идет на эту процедуру Как бы в молитвенном Таком Нашем колпаке Раз уж такое дело пошло Мы как бы все Отвечать будем за это Ну он выбирает волю Божию Ну че Ну вы то видели уже волю Божию Как она заканчивается Я уже об этом сказал Еще раз Спасибо Христову волю Божию Надя Вот Коротко Те случаи Когда вот что то там сделали И не помогло А вот тот то сделал Как правило Вот когда так говорят Родственники например Привезли Да все В хорошем состоянии Своими ногами в больницу зашла А потом человек умер например Даже вот Я давно работаю Начинаешь разбирать Вроде то ох ах Правду говорят А там оказывается Болела 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 Терпела терпела Так Две недели Там в туалет не ходила Ничего нет Пройдет Там сейчас и то полечу Капустный лист приложу И в итоге Привезли В тяжелом состоянии Когда делают Значит операцию Там уже перитонит Там сепсис После операции В реанимацию Там начинаются гнули Все эти дела Септическая почка На почке лежит неделю Пневмония И в итоге умирает И говорят Ну врачи Вот не надо было Перед ее в больницу Вести Они же все Поздно Обратились Понимаете Поздно Нет Просто ретейники Приложили еще Репий на голову А понимаете Люди приходят А уже вот назначили капли А они не помогли Да потому что уже Когда помочь невозможно И если там такое воспаление Там такие Может быть дела уже воспалительные Соединительная ткань Там нарастает В результате Когда годами что-то болит Уже не каждый даже врач За такое возьмется Поэтому надо успевать Если уже не поздно Если этот проток Полностью облитерирован Может быть на всем протяжении Одно дело Когда маленькая пробочка Когда уже зарос Столько лет без использования Он может уже полностью зарос Это к лучшим специалистам Надо уже обращаться Как к специалистам обращаюсь Вы слышали о разных лекарствах Кто слышал Самое дорогое лекарство Какое Сколько бывает стоит Чтобы излечить? Ничего Да бывает Ну сколько Назовите конкретно Нет А там предела нет Миллионы стоят лекарства Ну и что И что Сколько миллионов Назовите Сколько миллионов Долго говорим Ну что вы хотели Что вы хотите Говорите да и все Я говорю в том Что вчера Ну на меня Он как бы подписал Сам подписался Не знаю как этот Который был шахматом А так как он ездит И деньги посылает К него обращались Он видимо какой-то Кавказской национальности Она непонятна Ребенок лежит больной Требуется Для излечения Два с половиной Миллиона долларов Вы знаете что Два с половиной Миллиона Это 150 миллионов рублей Что это за болезнь Миллионов Это багаж Если же не каждый решится О чем речь идет Надо смотреть дальше Туда Я не знаю где-то Как правило Что-то это совершенно Никак А зачем лечить Вопрос Зачем один вопрос лечить Вот у нас деревня одна была У нее 24 ребенка Родилось А в живых осталось кажется 3 У моей матери было 12 Осталось 10 И оставались Как Бог дал Был взял Никогда этого не было И вообще даже сбор никогда не делали Ребенок заболел Главное успеть причастить на этом все И Иезекия написано Когда он заболел И написано И взыскал Иезекия не Бога А врачей Зачем это написано Я не против врачей Все время обращаюсь Но мне легче стало И поэтому Как я? Зачем я там молился? У меня воспаление там было Я не мог остановить болезнь Я утром встал Ничего не горит А сказали бы Верите что не вернется Понятия не имею Бог силен Потому что Это в Божьей руке Все И поэтому пойти У меня еще было там Препятствие Не пойти Говорит сулубоизно И оно Очень весомое На ухо только могу Вышли Можно я скажу Мария? Вот какое дело И поэтому Что делать? Как делать? А зачем бы я сейчас говорил? Да никто не знает Тут с Леной мы Плещемся и все Не надо Я все открываю на суд Я выслушен Благодарность тем приношу И прошу помолиться Николай Пока назначенное лечение Почему этот врач Который мы были Она не предложила Никаких других Вопрос Меньше квалифицирован Меньше квалифицирован Она плотная Вы сказали Что у вас Это уже 6 лет Я все рассказал Все Сказал Был в городской Краевой больнице Все рассказал Она Тоже Елена И она даже намека Не сделала делать операцию Меня вот это интересует Перед этим возила Она мне Травматологию где-то И там даже намека О операции не было Я не могу мимо пропускать Это не операция Это процедура Да Какая это операция Вы знаете Здесь приходила у нас Валентина Павловна Слушай Валентина Павловна Коня У нее дочка Наташа Она не традиционная Все Вот Виктор Андреевич Хорошо знает И она мне сказала О словах Которые я поверил Только кончает ординатуру Резать Он бородавку не может срезать Ты сначала опыт какой-то приобрети Где Пирогов набрался опыта Верс Севастопольская компания Рядом две большие бочки Человек отрезает конечности где-то В один день они приходят А тут только Только-только кончат Отплатят больше Говорят Зачем ты идешь туда Да ты поработать Участковым врачом Чехов почему По-другому рассуждал Считай на 10 человек Три Должно быть Первое У него Травы А может быть не первое Травы Второе Скальпель Третье слово А какое слово Вы сами знаете какое слово Давайте молиться Просить Бога Узнать где-то карта Я считаю Вот это здоровье выпускает Они прям про это и пишут И пишут без операционного вмешательства Потому что это не пятку резать Это глаз И человека Который сказал я не знаю Я у него был там И он сам рассказывает Виноват Говорит я Послушался Второе лекарство дали Только закапали Утром встал Не вижу ничего И у него все оплыло И больше ничего нету И это не надо говорить Что это не бывает Бывает Несовместимость или что Мы не спорим Мы с вами не спорим Лечитесь капельками Лечитесь капельками Хорошо Я говорю Потому что помогли И понимали как Дайте Дайте Я скажу Из опыта Который имею В течение Семь с первого года Семь с первого года Семь с первого года С сегодняшнего дня Я занимаюсь медициной И занимаюсь медициной В разных областях То есть моя специальность Она такова Которая пытается Объять необъятное И офтермология И гинекология И гастроэнтерология И гипотология И гипотология Что угодно Гипотология То есть я Ну практически у них сами врач Я ничего не знаю Поэтому Поэтому Знаю Ваше Так сказать Состояние Во-первых Катаракта Да Но ее нужно лечить тоже Удалять эту катаракту Но Удалять ее нужно Только тогда Когда будет снято воспаление Воспаление будет снято Когда мы откроем дверь Вам объяснили Не понимаете Не хотите понять Но это ваше дело Ваше право Да Никто вас заставить не может Да Поэтому мы уже в ступе В воду толчем Да Очень долго Год уже Лечитесь Как вам Бог на душу положил Брат Николай Мое слово Так я вопрос задам Подожди еще один Недавно я просчитал в этом И поверил И только туда Позвонил Сразу ответ пришел На конкурсе По глазным болезням Первое место Завоевал студент Или он работает Уже сейчас в Барнауле И все операции Какие Федоров другие делали А Федоров дошел вплотную Да это что не надо делать операцию Оперативного вмешательства Глаз не терпит Почему древние греки Так строго относились Делал операцию И глаз вытек Рядом статья Смертная казнь И поэтому Даже разговор об этом шло Сейчас какие-то там программы Узнают это что-то Без вмешательства То есть совершенно на другом уровне Слышали или нет Я не знаю Об этом много написано Фашисты в Антарктиде Нету только одного Предродовых схваток А так у меня все болезни Игнать Тихонович Одна женщина Одна Пока В Америке Подала суд на врача Потому что он ее не Он не стал у нее лечить простатит Фашисты Вот так вот Поэтому все наши познания медицины Заключаются только В то что мы знаем Ну я вот для себя усвоил Жене своей говорю Что Царство Божие Внутри вас Есть Во мне Царство Божие есть Храм Духа Святого Я И я свой храм Буду держать в этом поганом состоянии В болезни и впрочем Я не могу Тело Я должен быть бойцом В армии Служить Подпоясанным Винтовка Ружье Щит Шлем Все у меня это должно быть У меня это все есть Евангелие Молитва Пост Все это у меня есть Но я еще должен заботиться о теле В котором это все находится Не хотите Пожалуйста Но Еще одно такое есть У каждого врача свое кладбище У каждого Это понятно Я бы мог тут сказать много У меня У меня На врачей Как бы ну Свой зуб Последний Растет Да Потому что Ну у меня так С матерью вот так получилось Она как умерла Это другое дело Вот Поэтому вы Если вы хотите так жить Живите Но для вас Для В нашем понимании Это уже членовредительства Членовредительства То есть умышленно не лечить что-то Нарывает Допускать Да пока до сюда дойдет Тут столько времени Я еще проживу Ничего страшного Тогда не надо мучить других Своими сомнениями там Пожеланиями и прочее Интернет Это помойная яма И туда Я сам к медицине С шестьдесят С семидесятого года К медицине Я сантехник Профессиональный То есть это сам Тоже сантехник Я знаю что такое канализация У меня тоже самое Глаз Примерно Я пошел к врачу У меня была очень жесткая травма Глаза Болт отлетел И Страшный удар был У меня я вообще ничего не видел Дня два или три Не в этом дело Сейчас я к нему пришел У меня тоже самое Глаз постоянно Слезится Утром встаю Ну плохо видно Плюнул Вот так протер Под краном умылся Все Снегом на улице Можно бывает Все У меня Здесь мышицы есть такие У меня спазм И они этот канал Пережимают Поэтому мне эту канализацию чистить Бесполезно Вот и все Для вас Я могу сказать одно Я живу точно так же как вы Здесь мало кто так живет В частном доме Понятно? А в частном доме В первая очередь Что? Ги-ги-е-на У меня Есть собака Но она живет на улице Есть кошка Но она живет в сарае Она свое место знает Там мышки Там крыски и прочее В дом я даже на порог не пускаю Ни того ни другого И еще последнее Я скажу что человек В течение дня В среднем Это исследование ученых Хотя как говорится Есть ложь Есть откровенная ложь И есть статистика То есть еще хуже лжи Человек тысячу раз В день трогает свое лицо рукой Понятно? У нас на руках Ну Брат не даст соврать Что такое гигиена Вот и все Поэтому Вы можете капать Не капать Дело ваше Но Нас то не надо Смущать и побуждать Чтобы мы были такими же Я не хочу быть болеть У меня тоже Вот сейчас с вами разговариваю Вижу одним глазом А здесь как фонтан такой Течет сверху Слеза постоянно бежит Вот и все Ну Это мое дело И я никого не смущаю Пожалуйста Игнать Тихонович Ваше мнение Ну дорого для меня Но в священном писании В бытовом У каждого человека свой опыт У меня тоже почти что 70 лет Я уж не такой старый как бы Но все равно имею какой-то жизненный опыт Поэтому У меня просто просьба к вам Не пробуждать Во мне Вот это вот Небрежение к собственному здоровью Особенно к чужому Спасибо Так все Теперь хочу сказать В чем не прав Врачей не пренебрегаю У меня сложные операции были На позвоночнике и другие Говорят Отверху до низу И никогда врачей не отрисал И выполнял все И это знает В первую очередь Виктор Андреевич У него это было Дальше Вот Никона еще Он сейчас говорил Вот я к телу пренебрежения Я считаю Что я о своем теле Забочусь Больше чем другие А кроме того Я еще Я не подражаю Конечно Никого не заставляю подражать Но я знаю что Это далеко Далеко не главное Я насчитывал Житие святых И знаю Как Господь Из самого невыносимого Страдания Выводит человека Мы знаем Разбойник Покаялся А дальше не знаем И вдруг об одном Им сратье считаем Он на четвереньках ползал Ходить вообще не мог И однажды только заснул И видит Господь говорит Разбойнику Вот подошел Коснулся Он встал Сразу на ноги Пошел молиться То есть Бог делает все Что он хочет Никак мы Поэтому врачи Если бы я отрисал Как бы я пошел Она меня уже во вторую больницу везет Никак Я пока только воздерживаюсь От хирургического вмешательства Что бы подописали Она покупает лекарства Я точно выполняю 8 раз в день закапываю И не отошло это Сейчас я все вижу И сказать что бесполезно Никак Я рассказал еще Не подражать мне А помолиться Мы молимся Все Все Больше ничего нет Да и знаете что Главное еще препятствие Что же я буду делать Это Когда девятый десяток Пошел на всю Нараскручивается Дорогой наш человек Да мы Рады всегда С вами общаться Видеть вас И 90 И 100 лет Будет вам Вы нам нужны И дороги Поэтому молимся о вас Как вы будете поступать За своим здоровьем Это ваше дело Я хочу случай Такой интересный Рассказать Как Господь близко Тут на днях У нас был праздник Смотр песни из строя у Полины Они песни учили Про шоферов Наступали И вот они пришли Когда им пилотки Всем одели Ну знаете что такое Пилотка солдатка За звездочкой При уважении Такой быстрее Ну одели Они пошли Потом я спрашиваю Ну как было Она говорит Я сидела Пока ждала свою очередь И у меня пилотка Развалилась Вот ни у кого не развалилась Нормально У нее развалилась Я говорю Расстроилась Ну нет я одна Без пилотки А всех пилотка Ну и все И так вот про это промолчали уже А на другой день Я на молитве Мы стоим с ней И вдруг у меня Вот посредине молитвы Крупным планом Вот эта пилотка Увеличенная Вот так в размерах И вот эта звезда Красная У меня прям в глаза И как бы Вот голос как от Господа Что мне не угодно Когда вот эта мерзость На челе у ребенка Говорит у христианина И вот мне вот эта мысль пришла Прям не то что я был А вот эта мысль И яркое изображение Вот этой вот пилотки Поэтому как близко Я так возрадовалась Что значит Мы Господу Неравнодушны И Господь Нас вот хранит И он разорвал вот это И все Это вообще Слава Христу Теперь в следующий раз Когда будешь что-то Ребенку делать Ты смотри на атрибутик Вот немножко Я ничего не делала Это учитель отдела Всему повела Спасибо Христос Дорогие мои братья и сестры За ваши молитвы Я хочу сказать о своем тесте И хорошо Хочу Чтобы вы продолжали молитву Наш тесте встал Себя обслуживает Почти Вот Ну есть моменты Когда еще Что-то там где-то Провалы какие-то Но он вообще Узнает все И он вспоминает И адекватен Он вспомнил день смерти Своей жены И в общем Вполне Вот он уже ходит Себя обслуживает Были пролежни Которые мы залечили Слава Богу Так что вот Благодарю вас За ваши молитвы Вот тут явно Это чудо Да еще Господь дает ему Время для того Чтобы мы Продолжали ему Вот внушать Что нужно Заботиться теперь о душе И что время Есть Он с нами молится Приходит Да приходит молиться Мы приходим к нему В его комнату Вместе с ним молимся Так что Вот такая вот Так Володя будет давать Березовка еще осталась Татьяна что взяла Не Аниля отвезла Кому еще надо Подойдите Спросите И помолитесь о моем сыне Никите Чтобы Господь его Вразумил Чтобы он вернул его На пути Праведные На пути спасения Я хочу сказать Маленький пример Кто Александр Александрович Служеницы Когда его в ссылку Сослали И в это время Определяют у него Рак И рак не наружу А внутренний И наконец Врачи полностью отказались Вытащили в коридор По сей день Ни один врач не может сказать Совершенно Полностью И стремился Мне от чего Не отвлекался Как это может Бог Силен это сделать Силен Никто не сомневается Силен Раковый корпус называется Ну это серьезно еще Валера Ну Валера Давай Под занавес Кратко В тему Рекомендую посмотреть Фильм Лекарь Ученик Авиценный История Тысяча лет назад Англия Грязь Народ Просто погибает Никакой медицины Христианина Излечивает Иудей Вот Живой случай Там тоже Человек был Практически уже слепой Что там он его наложил Когда снял все повязки Я говорит вижу как в детстве Ну это чудо конечно Это явно Там тоже молитва Иудеи по своему молятся Христианин по своему Ну еще история про Авиценну Рекомендую А еще сегодня утро Как можно Сегодня утро 6 утра Сказали о случае Который произошел на Украине Женщина заболела Я не помню что то сказали Какой диагноз Врачи приехали Сердцем у нее приехали Пульса нет Зрачков там Не понятно что Поставили диагноз Умерла Но она была Болела Долго болела И тут умерла Родственники Не теряя времени Уже был приготовлен Там Ждали что вот с минуты на минуту Она умрет Приготовили ей гроб Положили ее туда И на следующее утро Должны быть похороны А она ночью встала Из этого гроба Ну и значит Кто там попадал Из родственников Это вот Утром сегодня Случай такой А вот еще Еще я случай знаю Она умерла Никаких признаков жизни У нее уже не было Ни пульса Ничего другого Еще знаю Из гробов Люди встали И ходили Потом еще долго Жили А потом умерли Да Это в Евангелии Прямо написано Сережа И еще случай знаю Из одного города Выносили юноша Умер И подошли там Много людей Один был такой Очень хороший человек И он прикоснулся К нему И он встал И еще знаю случай Давайте молиться Ну можно мне сказать Еще один Да 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 Давай Давай говори Это серьезно Тут вы смеетесь Мы смеемся конечно А что еще делать Вы русские Нет не прогнаться У меня была болезнь Вот Я думал мне оперироваться Или нет Вы видите шрам на шее У меня была лимфосаркома Это человек через два месяца умирает Если его не лечить И я не хотел ее лечить Я думал Ну вот Бог как-то мне поможет Вот И я Я У меня У меня отец умер от рака Вот Он тоже так пренебрежительно Относился к здоровью А может пройдет Мы лечили там Валигалой Мухоморами Потом Потом все таки пошел на операцию Его зарезали И вот у меня такая ситуация То есть если я пойду на операцию Меня зарежут И вы так тоже думаете Боитесь Я боялся Что меня так же как отца зарежут И я тоже умру Вот И я иду в храм И мне женщина И я задаю женщине Совершенно там В чем Ничего мне делать Оперироваться мне или нет Она говорит Ты подойди к батюшке И спроси у батюшки И вот как он скажет Так и сделай Но заранее себе скажи Это сказал Бог Я подхожу к батюшке И говорю Батюшка так и так Вот Мне оперироваться или нет Он говорит Оперируйся Я думаю Это сказал Бог Я пошел Сделал операцию Операция прошла успешно Но я не перестал грешить И после этого у меня была повторная опухоль И потом уже когда я покаялся И принял крещение И после этого у меня была ссора с сестрой У меня были метастазы И вы мне сказали Не надо ничего лечиться Умирай здесь Я вам поверил Я вам поверил И исцелился Какой глаз у вас болит? Левый Левый? Налево заглядывались? Загляли Налево поглядывали? Налево Зачем меня глядывали? Я прямо смотрю всегда на глаза Нет покаяния Да? Вот Пока покаяния не будет И на этих сигнал Глаз будет гноиться Даже если операцию вы сделаете Нет дает мужик Вот это все выступление Танцевала женщина на ногах Вот ноги больные Вы что ей говорите? На танцы ходила? Да Ходила Игнатий Тихонович Где ваш дневник ваших тайных грехов? Где он? Давайте его сюда Ты помнишь у нас был в лагере Вот это и Левый Не нужно оправдываться Давайте молиться Причина какая Не поладил с кем-то Ни с кем-то С ней дожил нерой Я говорю Попроси прощения Надень воротник И на солнце не выходи И он Все опять отошло Вы может быть не дослышали? Я расслышал Расслышал От Бога все Абсолютно все Молимся Достойно есть Оговорить Сыну Блажитетя Богородицу Присноблаженную И пренепорочную И Матерь Бога Нашего Честнейшую Херувим И славнейшую Без сравнения Серафим Безысления Бога Слово Родшую Сущую Богородицу Тя величаем Аминь Господи Защити Родину Нашу От нашествия Наплеменников От внутренних Распрей От беззакония Которое встанье Останови делающих зло Просвети правителей Страны нашей Чтобы принимали мудрые законы И всех начальствующих Так же просвети и защити Людей не познавших Тебя Обрати к истине Чтобы божественная любовь Твоя Коснулась каждого сердца Священники Которые не служат Тебе Как должно Пусть покаются В небрежении Своем И проповедуют Смелой И инославным Об Иисусе Христе Господи Праведны суды Твои Над Россией За то что оставили Тебя И Слово Твоей Извеченности Прости нас Господи Владыка жизни Что закрыли имя Твое Бога Иегова Дух Святой Да наставит нас Не признавать никаких Иных богов вопия А вот Господи Научи нас Семикратно в день Прославлять Тебя За суды правды Твоей Тебя хвала Слава чести Поклонения Пресвятая Троица Отец Сын И Святой Дух Аминь 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 Слава Тебе за все во веки и веков, Господи Божий наш. Аминь. Аминь. Сережа. 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 Сережа.